Ох, какая мощь! Какая красота! Ну что, дожили до весны, скоро лето, холодрыга, тепла нет, настроение хреновое, делать ничего не хочется. Да, ребят, всем привет, себя не буду показывать. Вот, я в таком этом курятник чистила, в общем, курица должна вывести цыплят, и в общем вся такая грязная. В курином помёте практически вышла вот на часочек косвы гулять вечером. Утром мы гуляли, но дождик начался. Так, многие меня потеряли, думают, что я, наверное, ушла в мир иной. Нет, я ещё на этой земле. Как у меня дела? В общем, дел у меня дофигища. Ещё козлята, огород, всякие дела домашние, которые практически заброшенные. Ну, давайте вкратце вам немножко расскажу. Вот, в общем, ни о чём так, да, чтобы меня не теряли. Вот, мои там стежка с зайкой, шевр и ромашка. Ой, как у нас дела? Так, девчонки мои, первокотки. Даю их пока три раза в день. Так, ну вот они уши. Только я угнездилась. У меня тут такой пень хороший, сидельный. Ладно, сейчас отойду. Даю три раза в день. Дают они мне, фу-фу-фу, хорошо, меня устраивает. Единственное, небольшие проблемы с дойкой, то, что они не очень хорошо хотели стоять во время дойки, но я их прижучила в свой доельный станок, где у меня там голова фиксируется. Вот. И как бы вот эти верчения прекращены. Но они подрыгивают ножками. Даю одной рукой, потому что они пытаются всё это пролить. И вообще как-то двумя руками у меня не очень получается. Не знаю, какая-то левая сторона, как будто не моя, какая-то ненормальная. Вот, времени всё не нахожу. Хочу сделать такую деревянную. Я даже не знаю, как объяснить. Пойти по табуретке с дыркой, чтобы туда ставить всего ведро по дойке. И задвигать его под ножки, под живот козочки, чтобы она ведро не сшибала. А если ей ударить, то по этой вот деревянной табуретке, чтобы не могла перевернуть. Вот, что могу сказать. С Тешенькой и Зайенькой у меня покрыты были рано. В 8 месяцев. Но, но, они первокотки. Удой меня очень радует. Поэтому я думаю... Не знаю, конечно, как дальше будет. Хрен её знает. Вот. Но я, конечно, не ожидала, что так будет, ждала от них. Ну, максимум по 2 литра. Вот. Травы у нас, кажется, всё зелено. Но травы практически нет. Севра тоже стала брать на выпуск, потому что он орёт. Все соседи меня возненавидели уже, наверное. А это кто прибежал? Ой, ку-ку! Алый! Привязал! Вот. Не может он совсем один находиться, даже через седу. Ну, вот беру его. Он немножко к девчонкам попристаёт. Он у нас такой сексуальный мужчина. Немножко попристаёт около дома минут 5. А потом, вот, когда мы выходим сюда, он мозги свои ставит на место и начинает есть. Куда мне ещё присесть, чтобы вам не помойку показывать, а хотя бы коз. Сейчас вам на какую-нибудь муравьиную кочку пристроюсь. Вот. По поводу козлят. Родились у нас... Я, по-моему, снимала. Зайка у нас родила девочку и мальчика. Марика и Квитку. Квитку я продала. У меня взяла соседка. Она ещё зимой хотела. Вот. Марика у меня купили в Розаевку на племя. Очень такой красивый, ласковый козлик был. Прям шикарнющий. Вот прям практически копии папы. Так, беленького у него немножко побольше было на животе. Стеша родила у нас девочку, Соню. Соня я её называла. Очень красивого окраса. Вот. Всех козлят я обезвроживала первый раз в жизни своим новым термокаутером, который покупала. В общем, перед этим пила волкордина. Были такие тряски. Ну, ничего. Вроде что-то получилось. Не знаю, как, конечно, качество. Но я думаю, если и будут лезть осколки, которые будут подвижные, можно будет руками их вытащить. Не беда. Самое главное, что я выняла принцип действия. Нужна мне практика. Поэтому, товарищи из близлежащих регионов, вот, если вы мне доверяете и, так скажем, для того, чтобы я набила руку, можете привозить своих маленьких козлят на обезврожку. Вот. В общем, козлят снимала, пока они у меня были. Видео, по-моему, у меня есть где-то в телефоне. В общем, я так каждый день что-то снимаю-снимаю, а потом думаю, смонтирую или сотру, или забуду. В общем, просто сильно устаю, что-то прям не дошло, честно говоря. Вчера сварила первый сыр из молочка вот моих малышек. Качету сделала. Сделала творог. Ромашкиное молоко, которое я замораживала для козлят, чтобы зимой, ой, зимой, после какой-то кормить. Потому что я не думала, что девчонки способны будут выкормить свое потолство. Уже я посопарировала, сделала сливки. В общем, короче, жратвы практически в полхолодильник. Там полхолодильник, там еще рикорта у меня есть. В общем, как говорю, что имея одну ложечку удойную в хозяйстве, и семья будет обеспечена всякими вкусностями и, самое главное, полезностями. Вот такие у нас дела. Так, ну что, сейчас я, наверное, вам вставлю видео, полазлю, там что я снимала про козляток. Эту козочку Сонечку я хотела оставить себе. Потом я ее выставила на продажу. Все-таки я ее, думаю, купит, не купит. Но у меня такая мысль, вот, продать ромашку. Покрыть ее шевром и продать. Почему я ее продаю? Не из-за того, что она плохая коза. Это самые умные, самые послушные, добрые коза из всех моих вот этих мормышек. Но все-таки хочу повысить процент убийской крови. Вот, она 50 на 50. В общем, не знаю, что получится. В общем, и жалко. Ну, ладно, не будем об этом думать. В общем, как должно быть, так и будет. Ну, все. Сейчас смонтирую вам что-нибудь. Тут где-нибудь сяду. Смотрите. В общем, не знаю, когда я еще в эфире появлюсь. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Все, ребят, пока. Ой, самое главное, желаю вам, чтобы быстрее наступило тепло. Мы даже картошку не посадили. На улице холодрыга. Я говорю, смысл ее закапать в ледяную землю. Ну, не знаю, может, завтра зароним. Зароним. Зароем. Посадим или похороним. Вот так. Ну, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok